шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы читаем на этой неделе недельную главу торы мишпатим лидеру по заповеди 53 заповеди из 613 в ней говорится о запрете брать взятки есть обычные формы взятки но есть и более духовные формы в этом случае применимо следующие отрицательные впечатления могут смягчаться но они также могут становиться и жестким поясню ты не должен брать взятки так как они ослепляют глаза праведников сказано в нашей недельной главе сразу же после этого сказано ты не должен угнетать пришельца или новообращенного в еврейство ты ведь знаешь что значит быть чужеземцем так как ты был пришельцем в земле египетской какое отношение это так сказать подкуп имеет к новообращенным или к незнакомым людям за свою жизнь дорогие друзья мы все пережили неприятные или болезненные переживания когда что-то неприятное случается с другими мы чаще всего испытываем жалость но иногда и нет если у нас был тот же опыт что и у пострадавшего человека мы можем подумать про себя я сам через это прошел только никто обо мне не заботился почему так много внимания внезапно уделяется этому когда то же самое происходит с кем-то другим горький опыт иногда делает людей жесткими и бессердечным милосердия тогда далеко от нас взятки это правонарушение но тура предостерегает нас от большего тура держит перед нами зеркало в котором отражается наш собственный опыт во враждебном обществе обусловленная нашей истории наше отношение может как ожесточаться так и смягчаться своего рода взятка на наши эмоции утверждать что несмотря на все контрасты мы сделали бы это утверждать что мы несмотря на все встречные удары справились бы и это должны сделать и все остальные сопоставимом состоянии бессердечно и бесчувственно мы должны помогать друг другу и об этом говорит ора шаббат шалом будьте здоровы помогайте друг другу много сил ваш раввин каплан